Всем привет! Я заранее извиняюсь за качество съемки, просто сейчас уже довольно поздно. Я приехал недавно с рыбалки и в этот раз судьба мне улыбнулась в третий раз. Сейчас вы узнаете почему. Сегодня мне попался вот такой вот красавец. И я не упущу в этот раз возможность и познакомлю вас со знаменитым гамбургским супом из угря. Это классика. Скажем так, что этот рецепт, можно сказать, почти забыт. Но не совсем, но все равно уже настолько редко готовят, потому что все-таки угорь в Германии считается деликатесом. Цена за копченый выше 30 евро за килограмм, если я не ошибаюсь сейчас. Я уже просто давно не покупал. Ну а свежий, свежий я таковой вообще, честно говоря, в продаже его не вижу. Это вот поймал, да, он есть, а так, ну если, конечно, захотеть, то заказать, то тебе и черта лысого привезут, если надо будет. Были бы деньги, значит, ребятишки, сейчас я его разделаю, чтобы вы хоть имели какое-то представление, как вообще разделывается угорь. Кто знает, может быть вам посчастливится и когда-нибудь и на вашем столе будет эта прекрасная рыба. Сам по себе угорь, у него очень много слизи. Если рыбаки его ловят где-нибудь там, где есть песок, то они для начала убивают его, то есть взяв крепенько за туловище, ударяют о землю. И затем обваливают его в песке. Ну так как песка у меня нету, я воспользуюсь солью. Не то, чтобы его просто посолить, а чтобы при помощи соли снять всю слизь, чтобы не было проще с ним потом работать. Кручок у него еще внутри. Я не знаю, насколько глубоко он просто заглотил, но это будет видно. Давайте для начала вспорим ему брюхо. Так аккуратно удалю внутренности. Так, здесь нужно быть непредельно аккуратным, чтобы самому не пойматься на крючок. Так, ну и конечно очень важно не раздавить желчный пузырь. Но вот я его уже вижу, это уже хорошо, поэтому я его аккуратненько сейчас удалю. Все, внутренности удаляю. Теперь крючок. Так, ну теперь я удалю ему голову. Так, и теперь мне нужно снять ему кожу, что не так просто, как казалось бы. Сначала я отрежу ему плавнички. Так, ну я буду пользоваться полотенцем, иначе мне его не удержать. Так, с одной стороны. И с другой стороны. Кожу ему нужно немного надрезать. Моя задача схватиться за кожу. Так, мне понадобится еще одно полотенце. И теперь кожу снимаем так, как чулок. Видите, прекрасно снимается. Вот и все. Кожу мы не выбрасываем. Кожа нам понадобится для бульона. Так, теперь я аккуратно вырезаю вот этот спиной плавник, который очень длинный. Его, конечно, можно просто ножницами срезать. Но я его и так прекрасно вырежу. Да, скажу сразу, что видео получится длинным. Ну а что делать? И такой рецепт, конечно, очень закомплексованный, честно говоря. Но я постараюсь разложить все по полочкам, чтобы каждому было понятно, о чем идет речь. Потому что для этого рецепта нужны специальные ингредиенты, которые даже у меня в Кёльне не так просто достать. Это мне нужно сходить к мяснику, узнать, есть ли у него такая ветчина, точнее кости. Потому что суп этот готовится не сколько на рыбном бульоне, а сколько на костях копченой ветчины. Называется по-немецки Katten Schinken. Но если у нашего мясника этого нет, то тогда я закажу по интернету. Но стоит это удовольствие кости примерно 5 или 6 евро за килограмм, ну плюс пересылка. В десятку я уложусь. Так, с этой стороны мы удалили и теперь с нижней стороны точно так же. Все это я отправляю в мешочек и пока заброшу все это в морозилку. Потому что, как я уже сказал, мне не хватает основного ингредиента. Так, а угря я распорционирую просто и тоже пока заброшу в морозилку. Вот на такие кусочки. Так, и вся эта красота так же отправляется в мешочек. Так, ну если учесть, что сегодня только понедельник, то к выходным я все ингредиенты для этого супа организую. А пока до воскресенья. Ну давайте продолжим приготовление супа. Все необходимое для супа я приобрел. Значит нам понадобится Katten Schinken. То есть это копченая ветчина. Но нам в данном случае нужна не сама ветчина, нам нужны кости и кожа. В моем регионе я этого купить не смог, поэтому я заказал по интернету. Стоимость всего обошлась мне в 10 евро. По поводу свежего угря. Его можно заказать так же по интернету. Но стоимость его кусается чуть больше 31 евро за килограмм. Этот суп так же можно и готовить и с копченым угрем. Но тут цены вообще зашкаливают. Тут цена примерно чуть меньше 60 евро за килограмм. Вообще в этот суп не обязательно должен идти угорь. Достаточно, чтобы была у вас копченая кожа угря. Но как говорится, если копченая кожа угря должна быть, то угорь к ней прилагается автоматически. Значит мы варим бульон. Так же, как и говяжий бульон. Я буду делать это в скороварке. Если у вас таковой не имеется, то вы делайте обычным нормальным путем. Ссылку, как я готовлю говяжий бульон, я вам оставлю. И вообще количество всех ингредиентов вы так же у меня найдете под видео. Ну так, для начала кости распакую и хорошо промою. В этот суп идет очень много специй. Говорю вам сразу. Но если у вас чего-то нету, то не стоит останавливаться. Значит я добавлю буквально 3 лавровых листа. Кастрюля у меня 4-х литровая. Сейчас идет стандартный бульонный набор. Из десяток можжевеловых ягод. Две гвоздички. Пяток душистого перца. Щепотку кориандра. Это буквально пол чайной ложечки. И лично от себя я добавлю немного семян фенхеля. Ну просто они у меня есть. Овощи пока никакие не добавляю. Соль не добавляю, потому что ветчина соленая. Заливаю сразу кипятком, чтобы просто процесс был быстрее. Отправляюсь готовиться на плиту. А сам занимаюсь овощами. Так, из овощей мне понадобится морковь. Не смотрите, что она у меня желтая. Если у вас есть, возьмите. Если нет, возьмите оранжевую. Корень сельдерея. Так, и в данном случае у меня пастернак. Вы можете заменить корнем петрушки. Или добавить просто корень петрушки. И понадобится одна картофелина. Также понадобится лук-порей. Ну, он у меня пойдет позже только в бульонную часть. Но как таково в суп я его добавлять не буду, потому что не любитель я лука вообще. Никакого. И также понадобится зеленая стручковая фасоль. Ее можно заменить, кстати, в оригинале именно зеленый сладкий горох. Кругленький. Но я предпочитаю в этом случае именно фасоль. Овощи я уже почти очистил. Я их нарежу на небольшие кубики. Этого я вам показывать не буду. Тут ничего сложного нет. Все обрезки от этих овощей я предварительно помыл и сложил все в эту чашку. Их я буду использовать для бульона в дальнейшем. И также я взял одну луковицу и откарамелизовал ее при помощи горелки. Это можно также прекрасно сделать на сковороде без добавления масла. Но просто кухня после этого будет неприятно долго пахнуть. Поэтому, если у вас есть горелка, воспользуйтесь горелкой. Если вы не хотите добавлять света в ваш бульон, ничего страшного. Можете от этого момента отказаться. Касаемо фасоли, ее я буду обрабатывать следующим образом. Обрезаю окончание. Ну и зависимости от длины. Но я разделю фасоль на три части. Затем я ее буду просто отдельно бланшировать. Я хочу, чтобы у меня фасоль осталась максимально зеленая. Поэтому отвариваю ее хорошо подсоленной кипяченой воде до готовности. И сразу же охлаждаю в холодной. Ссылку на какие-нибудь овощи, которые я бланширую, я для вас оставлю. Ну просто для примера, чтобы вы знали, как это делается. Не, ну а собственно, что тянуть, покажу я вам сразу, как я буду бланшировать зеленую фасоль. В хорошо кипящую воду засыпать хорошее количество соли. Чтобы вам вода казалась чуть больше, чем соленая. Соль для начала аккуратна, потому что идет реакция. Видите, реакция пошла, и чтобы может брызнуть и обжечь руки. Поэтому потихонечку засыпаем соль, не торопясь. Я отправил примерно две столовые ложки с горкой. И в кипящую воду отправляю фасоль. Также на кухне довольно часто применяют порошок под названием натрон. Я, к сожалению, не знаю, как он звучит по-русски. Именно этот натрон хорошо сохраняет зеленый цвет. Но с ним нужно быть очень осторожным. То есть такие овощи, как брокколи, с ним варить нельзя. Потому что они превращаются мгновенно в хлам. То есть вся эта альдентность моментально исчезает. А вот для зеленой стручковой фасоли это будет очень хорошо. Для шпаргеля тоже натрон ни в коем случае не применять. Он будет слишком мягкий. Он просто потеряет структуру. Так, ну это уже заверещала моя скороварка. Она говорит о том, что мне нужно убавить температуру. Как только фасоль приготовится, попробуйте ее на вкус. Если она готова, в холодную воду и все. Воду потом слейте, она готова. Пока бульон варится, мы займемся приготовлением клеток. Клетки готовятся на основе заварного теста. Вода, масло, соль, немного мускатного ореха. Даем маслу полностью раствориться. Все, масло у меня полностью растворилось. И я разом добавляю муку. И перемешиваю. Тесто у меня уже начинает прилипать к кастрюле. Это говорит о том, что оно у меня готово. И я его перекладываю в другую посуду, чтобы она у меня просто полностью остыла и больше не пригорало. Как только тесто остынет, я введу сюда одно куриное яйцо. Пока бульон варился, я уже нарезал овощи. Вот на такие небольшие кубики. Сантиметр на сантиметр. Помимо этого, нам понадобятся сухофрукты. Я в данном случае взял яблоко, курагу и сливу. Вы, наверное, подумаете, что я совсем сошел с ума. Нет, это просто оригинальный рецепт. Поэтому сухофрукты туда идут. Порезать их нужно на небольшие кубики. Все, они готовы. Фасоль, она у меня готова. Нарезана она небольшими частями. Сделана для того, чтобы просто она не свисала с ложки. Ну вот, чтобы для примера вы поняли, о чем я говорю. Поэтому небольшие кусочки. Картофель я пока не очистил. Ну, куда ему спешить. Почернеть он всегда успеет. Ну, а мне, чтобы не бездельничать, я подготовлю следующие травы для супа. Я возьму петрушку. Я возьму свежий тимьян. Я возьму свежий укроп. Зелень я подготовил. Все, конечно, предварительно помыл. Петрушку, тимьян и укроп нарезал. Помимо этого, в этот суп также пойдут так называемые травы для аля. Алькройлер по-немецки. Значит, сюда в обязательном порядке идет одна неполная чайная ложка чавер садовый. По-немецки, боннкраут. Немного тархуна. Немного майорана. И немного лебестока. Я добавляю те травы, которые в данный момент у меня присутствуют дома. Также можно добавить, как свежий, так и сухой, базилик, шалфей, душицу. Да, кстати, душица у меня есть. Вот это вот все вместе называется алькройтер. То есть, травы для угря. Тесто мое подостыло. И теперь я могу спокойно ввести яйцо, не боясь, что оно у меня свернется. Руки чистые. И соединяем яйцо с тестом. Сейчас мы будем формировать клетки. И воду я уже предварительно в чайнике скипятил. Мы их сразу же будем и отваривать. И теперь при помощи двух чайных ложечек я буду формировать клетки. Немного растительного масла. Тарелка. Смазываю ложечки в растительном масле и формирую клетки. Последняя клетка сопротивляется. Она слишком большая. Поэтому я ее доформирую рукой. Все, клетки у меня готовы. Я отправляюсь к плите. Так, сразу добавляю кипяченую воду. Воду присаливаю. Перемешиваю. Так, ну и отправляю клетки уже в воду. Потому что вода у меня уже вот-вот закипит. В общей сложности получилось бы 20 клеток. Но одна у меня упала на пол. Поэтому только 19. Так, вода начинает кипеть. Я ее убавляю. Клетки они не должны бурлить. Они должны в воде находиться при температуре чуть меньше 100 градусов. Чтоб вода не кипела, а так слегка, слегка побулькивала. Даже не побулькивала, а была на грани того. Вот по истечению 10 минут клетки у меня готовы. Я их уже вынимаю и отправляю в холодную воду. Крышка у меня открылась. И вот теперь я отправляю сюда оставшиеся стебли от петрушки, тимьяна и укропа. А также отправляю сюда все обрезки и наши две обугленные луковицы. Еще буквально на 15 минут. После того, как бульон закипит, воду из-под клеток уже можно слить. Ну а теперь очищу картофелину и нарежу ее на кубики. Я перелил суп в более крупную кастрюлю. То есть взял кастрюлю на 6 литров. Я сюда же отправлю кожу от рыбы. И сюда же отправлю саму рыбу. И буду готовить ее 15 минут. Затем я ее достану и буду отделять от костей. Этим самым просто я убью двух зайцев. Сразу и сварю угря. И возьму весь его аромат, который у меня останется в бульоне. Могу себе позволить накрыть крышкой, чтобы бульон потихонечку кипел. Потихонечку. По истечении 15 минут рыбу я вынимаю. Она уже готова. Ну все. Пока рыба будет остывать, я процежу бульон. Так, для начала нужно процедить грубо, потому что слишком много костей, овощей и прочего. Поэтому пока без ничего, просто через сито. Дам минутки три постоять, чтобы бульон полностью стек. Но вот это мясо, смотрите сами, если на ваших костях или на тех костях, которые вы заказали, будет достаточно мяса, оно вполне съедобное. Вы можете его отделить от костей и прекрасно съесть. Или добавить, например, тушеную капусту. Кислую. Будет очень вкусно. Мясо я уже от костей отделил. Здесь осталось только одно мясо. Здесь, в принципе, грамм 400, может быть, 500 одного мяса. Что было бы еще неплохо сделать, это убрать лишний жир. Все-таки ветчина свиная, и количество жира, конечно, очень высокое. Поэтому для начала я удалю его поварешкой или половником, кому как удобно говорить. Да, для жителей России, конечно, если вы хотите приготовить такой суп, то вам нужно тогда в своем регионе искать свинину холодного копчения. Посмотрите, возможно, у вас будет такая возможность купить через интернет, так как было у меня. Так, ну вот уже выглядит хорошо. Основную часть жира я убрал. Ну и теперь, как я обычно это делаю, просто через салфетку пропускаю бульон еще раз. Возможно, мне понадобится несколько салфеток, но мне торопиться некуда сегодня. У меня выходной день. Я давно мечтал приготовить этот суп. Я о нем только слышал, а готовлю я его в первый раз. Как я уже говорил, это классика. Ее, возможно, можно будет только попробовать только в Гамбурге. Но опять же, это нужно знать, где и у кого. Выглядит, конечно, рецепт немножко заморочисто, но я вам стараюсь показать, как я бы такой суп примерно готовил в ресторане. Но пока бульон стекает, я разберусь с угрюм. Постараюсь удалить все косточки, просто чтобы во время поедания супа ничто меня не тревожило, ничто меня не отвлекало. Все, конечно, не удастся достать, но большую часть все-таки я уберу. Пинцет у меня, к сожалению, находится в моей рабочей сумке, которая лежит в машине. Я специально за ней не пойду уже. Ну и вот, вот таким вот образом отделяем все кости. Аль-рыба очень жирная. Имейте в виду, если у кого-то слабый желудок, то будет непросто. То есть вам вот таких вот два кусочка в супе будет за глаза. Рыба у меня очищена, и я перехожу к заключительной фазе. Бульон также процежен, и я отправляюсь к плите. Ну, теперь моему супу нужно придать бархатистость. Добавляю немного сливочного масла. Это примерно грамм 30. Сюда же добавляю 2 столовые ложки муки. Ну, и обжариваю ее. Хотя, как я вижу, 2, наверное, будет мало. Добавлю я еще одну, чтобы суп был такой тянущийся. Так, немцы любят. Немного обжарю. Так, ну вот, этого будет достаточно. Теперь добавлю немного белого вина. Белое вино у меня холодное. Если вы не любите или не хотите, чтобы у вас был алкоголь в супе, можно просто добавить холодной воды. Именно холодной. Вот, как я сейчас еще добавлю немного холодной воды. Чтобы мука у меня проварилась, чтобы она не была комочками. В крайнем случае, конечно же, я могу ее пробить погружным блендером. Ну, и теперь я добавлю пару половников моего бульона. Чтоб я не боролся с маленькими крупинками муки, я ее просто пробью. Все, масса стала гладкой, однородной. Отправляем мой оставшийся бульон. Сюда же отправляю картофель. Теперь можно его добавить. После того, как бульон закипит, подождав еще 5 минут, я отправлю оставшиеся овощи. Потому что картофель готовится немного дольше, чем овощи. Время от времени проходите по дну лопаткой. Потому что мука имеет свойство быстро пригорать. Можно, конечно, суп загустить сверху просто кукурузным крахмалом. Разбавив его в небольшом количестве холодной воды. Но я уж в этом случае не буду уходить далеко от классики. Оставлю так, как есть. Да, и добавлю я сразу половину нормы сухофруктов. Потом я бульон попробую и приму решение, добавлять ли оставшиеся. Помимо всего того, что вы уже видели, еще в этот суп пойдет яблочный уксус. Он у меня 5%. Вы можете взять любой другой светлый уксус. Только не инсенсию, конечно. А такую, чтобы 5-6%. Но пускай даже если и 9%, тогда вам его нужно будет немного поменьше добавить. Это нужно будет сделать по вкусу. Это сделает каждый для себя сам. Ну а я, конечно, скажу, сколько добавил я. Я уже попробовал бульон. И я отправил остаток сухофруктов, которые я нарезал. Теперь отправляю овощи. Кроме зеленой фасоли. Она пойдет позже. Она у нас готова. Отправляю сухие специи. А свежую зелень я добавлю в конце, когда суп уже будет готов. Ну и варим теперь суп до полного его приготовления. Картофель у меня проварился. Вот теперь я добавлять буду уксус. Для начала добавлю 30 мл. Мне нужно понять самому, сколько по моему вкусу. Так как кислотность у меня повышенная, чтобы мне себе не навредить. Да и вам тоже. Вы знаете, я больше даже не буду добавлять уксуса. Вот этих 30 мл хватило за глаза. Теперь я отправляю сюда свеже нарубленную зелень. И отправляю сюда зеленую фасоль. Суп, как таковой, у меня готов. И знаете, что я вам скажу? Вот, во-первых, когда я увидел рецепт, увидел, что туда все идет, у меня первая мысль была, что за бурда. Честно. Это первое мое впечатление. Но теперь, когда я его приготовил и попробовал, я могу с уверенностью сказать, что это очень неплохой, интересный рецепт. Что не нравится мне? Мне не нравится то, что яблоки я порезал крупно. То есть я не ожидал, что они так разбухнут. Поэтому, если вы будете готовить такой суп, то яблоки режьте максимально мелко. Ну что, давайте сделаем подачу. Так, ну я уже распределил клетки и рыбу по тарелке. И уверяю вас, что вот этого маленького количества рыбы будет вполне достаточно. Жирность у угря больше 80%. Поэтому лично я его жарить не рекомендую. Он будет у вас просто как стеклянный. А вот в супе, именно в осенне-зимнем варианте, превосходно. Ну вот, друзья, вот так вот этот красавчик выглядит. Я осуществил еще одну свою мечту, попробовать такой суп. Как я уже говорил, я о нем знаю довольно давно, больше 20 лет. Но как таковой я его никогда не готовил. И теперь, наконец-то, я его сделал. И осуществил свой план. Я очень надеюсь, что это видео вам было интересным. Невзирая на то, что оно было очень длинным. Но здесь просто в классике очень много всяких моментов, которые нужно учесть. Надеюсь, это видео вам понравилось. Можете поделиться им с вашими друзьями. А я желаю вам всего самого доброго. И до новых видео.